Вести Карачаева, Черкесия Все школьники Карачаева и Черкесии будут обеспечены бесплатными учебниками. Глава Карачаева и Черкесии Рашид Темрезов поручил профильным ведомствам самым тщательным образом подойти к приему школ 1 сентября. Он отметил, что особое внимание нужно уделить их антитеррористической защищенности и оснащению учебниками, на которые из республиканского бюджета направлено порядка 12 миллионов рублей. Еще один важный момент – это школьное питание. В этом году бесплатное питание организовано для 24 тысяч школьников начальных классов. Но, как подчеркнул глава республики, необходим родительский и общественный контроль за организацией этого процесса в школах. Председатель правительства Карачаева и Черкесии Мурат Аргунов провел заседание Совета по проектной деятельности республики. Сегодня регион реализует 45 региональных проектов по 12 приоритетным национальным проектам. Руководители региональных министерств рассказали, как выполняется каждый из нацпроектов. В 2022 году в республике ведется строительство, ремонт или реконструкция по 125 объектам. На совещании было отмечено, что в целом рисков несвоевременного исполнения национальных проектов нет. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект развития «Домбая» предполагает, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов, а также новых инвестиционных проектов, есть такая мера поддержки федерального центра, предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры, что, конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс в общей протяженности 17,4 километра. Это электроснабжение. Работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны вне бюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры. Это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пик сезона. Мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. В Карачаево-Черкесии завершился высокогорный форум «Махар-2022». Защита проектов проходила по 15 номинациям и 4 направлениям. В завершении форума объявили о победителе всероссийского грантового конкурса «Росмолодежи». Так победителями стали Тимирджанов Кирам с проектом «Фотошколы. Все в кадре». Чумаева Мадина с проектом «H2O для Апис Мелиферы». Лайпанова Мадина с проектом «Музыка улиц». Джуева Лаура с проектом ознакомительно-образовательного форума «Моя культура». Найманова Альма с проектом «Клуб управленцев. Босс сообщества». Буэнсузова Мелада с интервью проектом «Принципиальный допрос». Картоев Али – проект «В гостях у гор». И Хапаев Шамиль с проектом «Футбол под звездами». Министр образования и науки Карачаева Черкесии Инна Кравченко сообщила о том, как в республике проходит подготовка к 1 сентября, готовы ли школы к приходу учеников и каких новшеств нам ожидать в сфере образования. С нового календарного года наша республика является участником проекта по капитальному ремонту общеобразовательных организаций. Это модернизация школьных систем образования. 23 образовательные организации, это 24 здания, в этом году у нас попали под программу капитального ремонта. Пять из этих образовательных организаций попали на двухгодичный цикл ремонта, то есть у них в течение двух лет будет осуществляться ремонт, в силу того, что это большие мощные школы с большой мощностью, с большой площадью, и за год практически этот капитальный ремонт сделать невозможно. Остальные школы, которые масштабом поменьше, меньше детей обучаются, площадь, соответственно, меньше, там возможно было этот ремонт сделать в течение года. По поручению главы нашей республики Рашида Борисбевича Тимрезова, капитальный ремонт в школах, где проходит ремонт в течение одного года, необходимо завершить к началу нового учебного года. Учитель истории и общества знаний гимназии номер 19 города Черкеска Лариса Матунова представляет Карачаево-Черкесию на Всероссийском конкурсе «Учитель года России-2022». Педагог стала победителем регионального этапа профессионального конкурса, организованного Министерством образования и науки республики. Познакомиться с медиавизиткой и отдать свой голос за участницу из Карачаево-Черкесии можно по ссылке tichaofrusha.ru Здравствуйте, меня зовут Матунова Лариса Сергеевна. Я учитель истории и общества знаний гимназии номер 19 города Черкеска. В этом году выпала честь представлять республику Карачаево-Черкесию на Всероссийском конкурсе «Учитель года». Работаю учителем три года. До этого занималась искусством, работала в образовательном центре менеджера и решила для себя стать учителем. Сравнивая и размышляя, я начала понимать, что именно работа с детьми, педагогика — то, чему хотелось бы посвятить свою деятельность. Для меня по-настоящему важно, чтобы каждый ученик нашёл в моих предметах для себя что-то интересное, чтобы у каждого из них загорелась искра, то, что поможет им дальше найти себя. Мы уже часть истории. Как в строках песни «Сансара» мы будем продолжаться в наших детях и учениках. 185 видов госуслуг переведут в электронный формат к концу этого года. Услуги по здравоохранению, образованию, ЖКХ и в других сферах полностью переведут в онлайн-формат в рамках проекта по оптимизации и цифровизации. Предпринимателям уже доступно более 20 видов разрешительной деятельности на госуслугах. Благодаря этому сократились сроки обработки документов и выдачи разрешений. Для комфорта потребителей в Карачаево-Черкесии продолжает работать горячая линия по вопросам ценообразования. Республиканский Минпром уделяет особое внимание ценообразованию в магазинах республики и регулярно проводит мониторинг цен на продукты первой неопадимости. В случае, если вы столкнулись с ценами, которые, по вашему мнению, завышены, вы можете позвонить на горячую линию по номеру 280328. Она работает с 9 утра до 18 часов ежедневно и охватывает все населенные пункты региона. Об этом сообщил руководитель Департамента потребительского рынка, услуг и лицензирования Министерства промышленности и энергетики транспорта Арсен Гутякулов. Рабочая группа занимается мониторингом, то есть еженедельно мониторинг во всех районах, со всех районов, со всех городов принимается информация, сводится нашим министерствам. Исходная информация направляется в прокуратуру для дальнейших действий, выявления необоснованного повышения цен. По всем фактам нарушения по необоснованным завышенным ценам на социально-назначные товары, то есть можете обратиться в наше министерство промышленности и энергетики транспорта по номеру телефона 280328. Лучшие творческие силы Карачаева Черкесии вовсю готовятся к празднованию столетия нашей республики. Государственный ансамбль танца республики Эльбрус готовит особую программу, которая в сентябре будет представлена на главной сцене страны в Кривлевском дворце. Об этом рассказал художественный руководитель ансамбля Исмаил Байрамкулов. Брали хореографическую композицию под названием «Под Эльбрусом». Большой массовый у нас номер есть, сюета танцевальная, карачаевский народный танец, обезовик. Это у нас самые ударные номера, это визитные карточки нашей республики. В районе склона горы Красная Горка обнаружены останки 23 бойцов Красной Армии, погибших в период Великой Отечественной войны. В рамках совместной работы по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества сотрудниками отдела криминалистики Следственного управления по Карачаево-Черкесии на постоянной основе координируется деятельность общественных объединений, уполномоченных на проведение поисковых работ, рассказала старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии Евгения Перфилиева. Членами общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества поисковое движение России на территории ущелья Морозского и Архийского перевала Зеленчуковского района Карачаево-Черкесской республики в тесном взаимодействии со следовательными криминалистами проводились поисковые работы по обнаружению останков погибших в Великой Отечественной войне. Во время поисковых мероприятий с водными поисковыми отрядами в районе склона горы Красная Горка вблизи Морозского перевала были обнаружены и изъяты останки 23 бойцов Красной Армии. Которые погибли в период Великой Отечественной войны в сражениях против немецко-фашистских войск при битве за Кавказ и до сих пор числящихся как без вести пропавшие. Поисковики и члены поискового отряда следственного управления тщательно зачистили небольшой окоп, который стал для Красноармейцев последним рубежом обороны. Обнаружены останки изъяты и вместе с протоколами раскопок и фотографиями переданы следователям Зеленчукского межрайонного следственного отдела. Для назначения и производства необходимых судебных экспертиз, по окончанию которых останки бойцов будут переданы муниципальным органам государственной власти для организации торжественного захоронения. Госавтоинспекция Карачаева-Черкесии сообщает о том, что на территории республики проводится профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Оно направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий, выявление водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом рассказал заместитель командира отдельной роты ДПС ГИБДД по городу Черкесску Ибрахим Токов. С начала текущего года на территории республики произошло 55 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находившихся в состоянии опьянения. В этих ДТП 5 человек погибли, 32 получили ранения различной степени тяжести. С целью предупреждения и пресечения нарушений правил дорожного движения, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, на территории республики проводится профилактическое мероприятие «Трезвый водитель». Основной задачей данного мероприятия является предупредить водителей о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения. В Москве состоялась Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов под хэквондо. Спортсмены из Карачаева Черкесии завоевали две медали. Серебряную медаль весовой категории до 68 кг выиграл Амаль Агержаноков. В весовой категории до 49 кг бронзу завоевала Маргарита Алиева. Всего в спартакиаде участвовали порядка 120 спортсменов из более чем 30 регионов страны. Соревнования проходили в четырех весовых категориях у мужчин и женщин. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра завтра по Карачаево-Черкесии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 30-35. В горах местами 27 градусов. В Черкесии без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. А столбик термометра поднимется до 33 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил у Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Реклама. Реклама. Хотите зарабатывать достойно? Звоните, пишите, приходите. Количество мест ограничено. Индустриально-технологический колледж. Улица Октябрьская, 56. Телефон 211725. Мы растим профессионалов. Стань успешным и ты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До новых встреч.